Всем привет! С вами Лара Светлова, ваш психолог, кандидат психологических наук. Я также являюсь руководителем мультикультурного клуба «На одной волне» в клубе 205 человек из 14 разных стран. И мы, как и все живущие нынче в Финляндии, чувствуем экономический кризис, как он отражается на жизни простых финнов и также приезжих эмигрантов. Урежанием дохода во всех статьях и на образование, и на пенсию, и на социальные проекты, и на многое, что другое. У меня в руках газета «Хельсинки Санамат», говорит Хельсинки, от 24 сентября. И статья называется так «У новые долги, как холодный душ наше правительство». На ней изображен Петри Орпа, председатель правительства КОК, и также министр экономического развития Рика Пура. Сейчас дефицит бюджета составляет 4 миллиарда евро. Это огромная сумма, и она старается, правительство Финляндии старается компенсировать нехватку денег за счет детей, пенсионеров, семей, повышения налогов и так далее. Мы были свидетелем жесткой критики со стороны оппозиции, многих партий, присутствующих на заседании правительства. И в том числе, кроме вышеперечисленных, одна из депутатов задала вопрос, что сокращается инвестирование в сферу строительства. А ведь известно, что в строительстве также задействовано много трудовых ресурсов, которые остаются без работы. Вот, что мы хотим сказать, как простые граждане. И работу найти очень трудно, и привлекаются ресурсы извне. И правительство обсуждает проблему такую, что Финляндия должна быть более привлекательна для трудовых ресурсов. Вот, в это же время большая часть, очень большая часть, вернее сказать, финнов страдает от депрессии и от так называемой усталости на работе. Они получают длительные больничные. Вот, что мы со своей стороны могли бы предложить, имея свежий взгляд на всё это. Один из факторов, влияющих на комплексный анализ возникающей ситуации, является привлечение ресурсов иностранцев, которые уже живут в Финляндии. Многие из моих знакомых вынуждены были пойти обучаться на младший медицинский персонал по уходу за пожилыми людьми, имея по два диплома. Возможно, если бы эти дипломы и знания были адаптированы в Финляндии, это принесло бы больше экономический эффект. Например, человек, который работал в России ведущим инженером, боится, что она не сможет преодолевать все препятствия и препоны по адаптации этого диплома. В Финляндии вынуждены идти на уборщицу, на младший медицинский персонал, на помощника учителя, хотя этот человек может работать учителем. Но мы, иностранцы, ощущаем острую нехватку наставничества по пути адаптации своих дипломов. Но также мы ощущаем это на стадии обучения, когда никого из учителей не интересует наш предыдущий опыт. Ну, конечно, мы можем попросить профессора или высококлассного хирурга мыть в операционной полы, но какова экономическая целесообразность этих действий? Еще хотелось бы, чтобы чиновники, которые общаются с мультикультурным клубом, были бы открыты для общения. И если, например, решение у них прописано на сайте, они делают за три недели, по факту это все выливается в три-четыре месяца. И когда мы говорим о нехватке ресурсов, также надо учитывать о том, как проверяется эффективность деятельности чиновников. Понятно, что существует два вида трудовых соглашений. Это постоянное и временное. И когда человек находится на постоянном соглашении, как мне сказали опытные люди, его трудно уволить. Однако ж, мониторить его профессиональные результаты деятельности необходимо, в противном случае происходит также утечка финансов, ресурсов. Давайте общаться друг с другом, давайте друг друга слышать, давайте выполнять законы. Всем хорошей осени, прекрасных выходных. А если у вас психологические проблемы, вступайте в наш мультикультурный клуб On The Same Wave. Здесь у нас функционирует программа «Антистресс», автором которой я являюсь. И здесь, как семейный консультант, мы имеем право организовывать учебы, круглые столы, консультации для членов клуба. Ждём вас в нашем клубе. И вы также сможете получить информационную и психологическую поддержку. С моей стороны увидимся. С вами Лара Светлова. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости тела и духа. Welcome to our club. Субтитры создавал DimaTorzok